Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. В связи с тем, что мое последнее видео, по дате выхода на канале, которое называлось «Испанка», от чего на самом деле умирали люди во времена эпидемии гриппа 18-20-х годов прошлого столетия и про любимый аспирин, сейчас будет видео как бы продолжение данной темы. По сути, вы посмотрите и все поймете сами. Данную статью, которую я сейчас озвучу прямо в полном объеме, показала мне, моя жена нашла случайно, я очень заинтересовался, решил сразу сделать видео. Скажу сразу, что статья была опубликована в «Рагументах и фактах» в интернете. Автор статьи Константин Кудряшов, называется статья «Чумной бунт», «Чумной» в кавычках взято, в Севастополе, как раскручивали надуманную эпидемию в 1830 году. Должен сказать, что статья — это мнение автора, но статья очень интересна по крайней мере, по своим событиям, если даже без трактовок взять. Исключительно с точки зрения фактологии. Ту ситуацию можно экстраполировать в нынешнюю, подумать, посмотреть, нет ли здесь чего-то общего. И, конечно, свои выводы, свое мнение напишите, изложите прямо вот под этим видео, которое вы сейчас смотрите, в комментариях к нему. Не поленитесь, это очень важно. Важно для всех нас. Итак, статья, слушайте внимательно. 190 лет назад, 15 июня 1830 года, ближе к вечеру на соборной колокольне Севастополя ударили в набат. Именно так, согласно доброй традиции, русские испокон веков начинали масштабные акции гражданского неповиновения, которые власть во все времена предпочитала квалифицировать как бунт. Но на этот раз уместно говорить о самом настоящем восстании. Более того, с формальной точки зрения, оно окончилось победой. Я здесь добавлю от себя победой народа. Да, помогите мне распространить эту мою лекцию, пишите свои отзывы под видео, ставьте лайки и пересылайте ссылку на это мое видео своим друзьям и родным. Продолжаю. Это история о том, как власти Севастополя вошли в сговор, построили остроумные коррупционные схемы, доили казну и давили население достаточно долгое время, умело уходя от проверок свыше. Но в итоге поплатились. Кто жизнью, кто служебным положением. Запалом стал частный случай. За несколько дней до бунта в корабельной слободке умерла матросская вдова Зиновья Щеглова. Казалось бы, ну умерла и умерла. Все под богом ходим. Но этот случай был особым. Население корабельной слободы, одно из самых бедных в городе, на тот момент ходило не только под богом, но и под штаб лекарями. По той причине, что еще с 1828 года в Севастополе был объявлен чумной карантин. Гайки закручивали все ту же и ту же. В марте 30-го года жителям города вообще запретили выходить из домов. Интересно, не правда ли? И каждого умершего должен был обследовать штаб лекарь. На всякий случай. А вдруг это смерть от страшной заразы? И тогда продолжение карантина, тут и гадалки не ходи. Штаб лекарь Шрамков явился в слободу и сразу заявил, что Щеглова умерла от чумы. Этому известию, мягко говоря, рады не были. Во-первых, потому что автоматически продлялся карантин. Во-вторых, что гораздо важнее, отвращение вызывала сама фигура штаб лекаря. Уже потом, когда велось следствие, были взяты показания 900 женщин, состояние здоровья которых проверял этот врач. Все они заканчивались стандартно. Перетерпела истязания от штаб лекаря Шрамкова. Какого рода были эти истязания? Станет ясно, если выслушать жену унтер-офицера Надежду Кириллову. Она заявила, что и Шрамков, и другой штаб лекарь, верболозов, похотливые, сластолюбивые старики. Историк, феоктист Хартахай, исследовавший этот вопрос, выпустил в 1861 году брошюру, которая так и называлась «Женский бунт в Севастополе». Действительно, катализатором общегородского восстания послужило женское недовольство. Судя по всему, вполне справедливое. Кому понравится, когда чиновники городской администрации регулярно и безнаказанно насилуют женщин, чьих-то вдов, жены, дочерей. Впрочем, если бы дело ограничивалось только этим. Главной целью бунта была бы просто расправа с врачами. Но зачинщики отлично понимали, что штаб лекаря всего лишь шестеренки в отлично слаженном коррупционном механизме. И потому главный удар был нанесен грамотно, четко и сразу по двум направлениям. Делай раз. Возмущенные грожане и перешедшие на их сторону армейские и флотские части берут штурмом дом губернатора, генерал-лейтенанта Николая Столыпина. Самого губернатора убивают сразу же, как главного виновника народных страданий. Делай два. Вторая колонна восставших берет в плен начальника карантинного отцепления контр-адмирала Сколовского, коменданта города генерал-лейтенанта Турченинова и городского главу Носова. У всех них берутся подписки о том, что никакой чумы в городе не было. Турченинов издает следующий приказ. Объявляю всем жителям города Севастополя, что внутренняя карантинная линия в городе снята. Жители имеют беспрепятственное сообщение между собой, в церквях богослужение дозволяется производить. Уже потом следователи удивленно доносили императору Николаю Первому, бунт не прекращен, он прекратился сам собой. Уже на следующий день жители города вернулись к своим повседневным заботам. Кстати, комендант Севастополя Турченинов, который по решению суда за малодушие и за совершенные нарушения всех обязанностей по службе был лишен всех званий, наград и разжалован в рядовые. Самое интересное, что он не мог вообще состояться. Для этого нужно было, чтобы подписки, никакой чумы в городе нет, появилось двумя годами или хотя бы годом ранее. Дело в том, что эпидемию просто назначили сначала на всякий случай. В ходе русско-турецкой войны 28-29 годов в действующей армии и впрямь была вспышка чумы. Военные корабли, участвовавшие в войне, базировались в Севастополе, и карантин был разумной мерой. И выгодной для начальства продовольствие и фураж для скота в город должны были доставлять проверенные поставщики. На это дело казна отпускала солидные средства. Город должен был снабжаться по высшему разряду. Но так было только на бумаге. Тендер на поставки выигрывали те, кто занес городской администрации. От себя скажу. Уникальный случай, не правда ли? Продолжаю. Продукты в город шли в меньшем объеме и паршивого качества. Разница оседала в карманах уважаемых людей. Но как назло, война закончилась победой русского оружия, а случаев чумы в Севастополе так и не зафиксировали. Карантин надо было снимать. Надо, но не хотелось, поскольку кормушка работала исправно. Нужен был не просто один случай смерти от чумы. Он бы не впечатлил. Нужно было, чтобы там, наверху, убедились. Эпидемия есть, она жесткая. Люди мрут пачками. Дайте денег и побольше. Как это сделать? Очень просто. Во-первых, фальсификации статистики смертности. Вот свидетельство контр-адмирала Сальти. Карантинная контора старается все обыкновенные болезни показать чумными. Вот что говорил адмирал Грейк. В течение пяти месяцев люди не слышали, что бы болели и умирали естественной смертью, а кто бы не заболел, в командах или на дому, объявлялись за чуму. До чего доходили господа штаб-лекари и городская администрация в своем стремлении удержать карантин и продлить доить казну, говорят записи следственной комиссии. Некоторых женщин, умерших от родов, но признанных за чумных, таскали днем через весь город в самом позорном положении, не отмыв их от кровей и почти ноги их привязанных и окровавленных младенцев. Во-вторых, естественную смертность надо было как-то увеличить. Того, что люди умирали от гнилых сухарей, порченной муки, тухлой солонины, которыми снабжала город администрация, казалось маловато. И потому придумали принудительные купания. Дескать, только чистота телесная спасет севастопольцев от заразы. На бумаге это выглядело великолепно. Проведены массовые гигиенические процедуры. Не указано только как именно. А так, зимой население беднейших слободок сгоняли к незамерзающим бухтам и заставлялись сидеть в воде. И вот, когда после таких купаний, пневмонии и лихорадки начали собирать смертный урожай, городская администрация расслабилась. Ура! Много трупов, даешь ужесточение режима. И еще больше денег на борьбу с заразой. И это было как раз весной 1830 года. Что произошло летом, уже известно. Уважаемые товарищи, напишите, что вы думаете по этому поводу. Есть ли какие-то у вас, не знаю, может быть аналогии исторические или еще что-то. Кстати, хочу вам порекомендовать две интересных статьи. Ссылки на них под видео, конечно, я оставлю. Первое. Народные восстания в Российской империи в 17-м тире начале 20-го века. Инфографика. И еще одну. Призрак чумы. Севастополь 1930 года. То есть подробную статью на эту тему. Кто захочет поподробнее разобраться в этой истории. Говорят, история должна учить. Чему нас учит история. Ох, как жаль, что сейчас люди не помнят то, что было еще 100-200 лет назад. И, пожалуй, тут уже я скажу свое мнение, все делается сейчас для того, чтобы уже новые поколения не знали не то, что то, что было 100-200 лет назад, не говоря уж о тысяче и так далее, а чтобы они не помнили и не знали то, что еще было лет 20-30 назад. Проходит время, события будут трактоваться, переиначиваться, и даже живые участники тех или иных событий будут смотреть на них, на эти события, уже под другим углом. Сознание человека вполне меняется. Механизмы современные к этому способствуют. А об этих механизмах, начиная от питания до электромагнитных излучений и других мер и методов, я подробно рассказываю в своих лекциях, не ленитесь, дорогие товарищи, смотреть мои очень важные лекции. Жаль, не все люди этого понимают, а некоторые понимают слишком поздно порой. Под видео я оставлю те ссылки, которые рекомендую посмотреть хотя бы для начала, говорю для новых зрителей. Итак, жду ваши комментарии, письма. И вот что в завершении. Посмотрите непременно, кто еще не видел. Вот это мое видео, совершенно не относящееся к теме здоровья, но гораздо более важная тема, это видео «Правда о Катыни». Очень сильное видео, которое гораздо выходит за рамки просто темы расстрела польских офицеров в 41-м году немцами. Мощнейшая аналитика, доказательная база и не только. Да, и не забудьте, у меня есть еще три канала на ютубе. Первый, вы на нем сейчас находитесь. Второй, жизнь на земле. Про мое хозяйство, земледелие, экостроительство. Третий, о продуктах питания. И четвертый, который называется «Совесть и подлость». Самый главный из всех моих четырех каналов. Он о том, что гораздо важнее здоровья и даже жизни. Посмотрите и сами все поймете. Обязательно поделитесь ссылкой на данное видео с вашими друзьями, коллегами, товарищами. Помогите распространить мне данное видео. Пусть это будет вашей благодарностью мне за мой труд и время, которое я трачу на создание данных видео. Все честно и справедливо. Это важно, я не просто так это делаю. Ну а на этом все. Я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья. Увидимся в новых видео. До свидания.